Продукция холдинга «Союз Пищепром» – основа здорового питания. Если смена сезонов только радует или только настраивает на философский лад, это прекрасно. А то ведь, к примеру, осенью как бывает? То скамейку мокрую, пустую заприметишь, взгрустнёшь. То листочек жёлтый на ветру до слёз жалким покажется. То в луже своё продрогшее отражение найдёшь, расстроишься. А когда лужи ещё и литком подёрнуты, тем более. И всё это только высокохудожественное проявление состояния, от которого хочется с головой спрятаться под одеяло с предварительным заявлением «до весны не будить», именуемого осенней хандрой или депрессией. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разберёмся с далеко неоднозначными мнениями на её счёт за приготовлением яркого, вкусного салата. Действительно, кто-то считает, что сезонной депрессии просто нет. Случается обыкновенное, классическое, связанное со стрессами и прочими неуютными ситуациями. Очень может быть. Да вот и в несезонной, увы, есть куда плавно перетекать. Из осенней в весеннюю и наоборот. Печальный случай. Но согласно другой точке зрения, короткий световой день, всё сыро, серо, холодно, отпуск позади, солнца мало. Уже ситуация неуютная, так сказать, нервно и чувственно-расстройственная. Вот нервы и чувства и шалят. А кто-то вообще видит корни таких расстройств в наследственности, в генетической предрасположенности. Но так или иначе, если один сезон сменяет другой, и повышенная сонливость в дневное время, бессонница ночью, некая суетливость и тревожность, снижение концентрации внимания, снижение аппетита или напротив его усиления, буквально приступы мучительного голода, это всё наше, но надо же как-то всё это назвать. Пусть будет осенняя депрессия. И надо же как-то со всем этим бороться. Двигательная активность, спортзал, прогулки, придумки увлекательных занятий – всё это сильно и славно и необходимо. Но нам-то, конечно, интереснее о еде. Правильно питаешься, правильно себя ведёшь. Не аксиома, но работает даже с научной точки зрения. Ибо одной из причин подавленного состояния может быть нехватка в рационе продуктов, в которых содержится аминокислота дриптофан. Именно она в организме преобразуется в серотонин, так называемый гормон счастья. И за счастье и есть, то есть за то, что есть счастье с продовольственной стороны, могут отвечать бананы, жирная морская рыба, красное постное мясо, молочные и злаковые продукты. А среди фруктов и овощей для настроения особенно полезны те, что отличаются ярким цветом. Ну, конечно, скажете вы, потому что глаз радует. Ну, конечно, эстетическая составляющая любым сезонам хороша, но не только это. Оказывается, они содержат специальные вещества, которые укрепляют стенки капилляров, улучшают кровоснабжение головного мозга, тем самым стимулируя его работу. Так что съел что-нибудь яркое, глядишь, и мозг, лучше заработавший, среди всего серого и проблемного, что-нибудь радостное и светлое, да, тыщет. Яркий салат вашему вниманию и настроению. Цитрусовый салат с бананом и имбирем. Нарезать на кусочки и грейпфрут, и апельсин. Соединить, добавить бананы, сок еще одного апельсина. Смешать с медом и тертым имбирем. Заправить салат. Дать настояться можно в холодильнике. Подавать, украсив мятой или мелиссой. К слову, отдельно хочется обратить ваше внимание на специальную составляющую этого салата. Да-да, специи и пряности тоже активные борцы за равновесие, гармонию и настроение. Так имбирь стимулирует работоспособность в начале рабочего дня, а в завершении его развеивает усталость. Способствует умственной деятельности. Это тоже не забывайте. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. И пусть все, что случится этим днем, будет для вас приятным подарком. Вот только так на все и смотрите. Удачи!